Жизнь Владимирского тракта продолжает кипеть. Тысячи посетителей ежедневно, сотни павильонов, миллионы техники, дверей, проводки и других товаров. О пожаре напоминают выбитые стекла и обгоревшее здание корпуса Т. Такое обозначение на рынке у каждого помещения. Вот здесь, на Владимирском тракте, одном из самых крупных рынков Подмосковья, 8 октября начался пожар. На протяжении пяти часов с огнем боролись 25 единиц техники и 83 человека. К счастью, пострадавших нет. Но сумма ущерба после пожара на рынке составляет несколько десятков миллионов рублей. Этому пожару присвоили второй повышенный уровень сложности. Ровно неделю назад в 2 часа 34 минуты здесь загорелось сразу несколько павильонов. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по устранению последствий ЧП. Трудятся десятки человек и несколько единиц уборочной техники. Причины возгорания специалисты пока не называют. Три версии в голове так укладывается. Это первое, посторонний предмет, человеческий фактор присутствия или технические средства. Но после определенных мероприятий первые две версии ушли в сторону. Значит, остаются технические средства какие-то. Ну, это покажет уже дальнейшее расследование. С пожарной безопасностью на Владимирском тракте никогда не было проблем. После пожара на Синдике здесь в очередной раз проверили все системы. Посмотрели каждый павильон. И самостоятельно, и вместе с инспекторами. Сейчас новая проверка. Есть такой пожарный кран. Скрывается, который я печатал, пломбирован. Это уже наши группы. Все это проверяется согласно тех норм, которые существуют. Кроме этой подготовки на тракте ежемесячно проводят и противопожарные учения. Но, как показала практика, даже с такими усиленными мерами безопасности избежать возгорания не удается. Данные тренировки, они помогают выработать действия должностных лиц, представителей объекта при возникновении пожара. Ну, также они в рамках тренировки выявляют слабые места, на что стоит обратить внимание. И уже, соответственно, отрабатывают их. Ну, к сожалению, даже при проведении надзорных мероприятий все нюансы учесть невозможно. В чердачном помещении, где и произошло возгорание, хранилась сантехника, инструменты и керамическая плитка. Сумма ущерба от пожара на Владимирском тракте по предварительным подсчетам составляет несколько десятков миллионов рублей.